Такие фразы, как калитократический режим Путина в России, это не только оценочные суждения политологов, простых людей, граждан, это вполне реальная, описывающая ситуация, которая сейчас сложилась в России и не только в России. То есть, якобы это позитив, антипутиновский. Но когда эти вещи промовляются, провозглашаются и оцениваются в дискуссиях политологических, аналитических дискуссиях, оценках из уст пропагандистов Путина, но скрытых, замаскированных под... оппозицию антипутиновскую, замаскированных под критиков, и не просто Путина, а преступной ОПГ, преступной группировки Путина, которая правит в этом регионе, не только России. Преступно правит, естественно. То с уст человека, скрытого пропагандиста Путина, эти фразы звучат и слышатся, и воспринимаются, акцептируются, перцепция человеческой, вовсе по-иному. То есть, они, эти люди, могут быть внедрены в уши, в мозг несведомых, неосведомленных аж так на политике людей тех стран, на которые они рассчитаны, чтобы там Путина пропагандировать так, как это нужно системе ФСБ России. Ему надо как-то вот ощущать свою значимость, в конце концов, демонстрировать ее. И, наконец, он хочет ощущать себя лидером нации, он хочет, чтобы им восхищались, чтобы его любили, чтобы ему опять, так сказать, пели дифирамбы, сравнивали его там с Потенкиным, Таврическим и так дальше. То есть, это его и внутренняя потребность, как бы, некой такой самореализации, как правителя, он же себя считает великим, так сказать, государственным деятелем исторического масштаба. Он же не просто вор и жулик, так сказать, который возглавляет преступную группировку, это жулик с амбициями, который хочет считать себя историческим деятелем, а не просто воришкой. Поэтому, вот, в этом смысле, как бы, у него есть и своя потребность, все-таки, демонстрировать свою историческую состоятельность народу. А что делать, когда все падает вниз, когда экономика скользит по наклону? Вот, как бы, ну, что еще? Нужна очередная маленькая победоносная война. И вот, Пьянковский с Соловьем сошлись на том, что именно сейчас ситуация крайне опасная, с этой точки зрения. И что до весны можно ожидать какого-то рода действий Путина в этом направлении. Ну, косвенно это же подтверждается, вот, скажем, чем? Вот эти сверхусилия по выкручиванию рук Белоруссии, да? Ох, как я в мае постановью пройдусь, я запомню это все. Да, он такого, на самом деле, он тут ни при чем. Я же говорю про него, как про функцию. То есть, воровской, с питерской подворотни, режим Путина, клиптократической власти, система ФСБ, которую он полностью поджал, подмял под себя. Ну, вот такая система ФСБ, ФСБ в России была и на теперешний момент стала поджатая, подмятая. Кем там, Акурок или кто-то там с подворотни питерской. Ну, вот такая система и была, теперь понятно. То есть, новейшие разработки космической, вот такой вот космической отрасли и тому подобное, берутся откуда? Со старой советской, там, Челябинск и тому подобное, закрытые города, так говорят теперешние политологи антипутиновской нормальной оппозиции, не так званой. И они говорят, что берутся старые, запыленных проектов и делаются мультики, ядерная угроза, короче, невозможный полет ракеты, потому что эта ракета на низких уровнях полета, она трется об воздух, тем самым раскаляется до нескольких тысяч градусов, что на нее невозможно. А не камеру установить, куда бы она летела и тому подобное, а не движок поставить как таковой. То есть, берутся фейки вместо реальных разработок, потому что нормальные ученые уже только мрази остались, которые работают на Путина, уехали с России. И так само, как с наукой, техникой и тому подобное, роботы берутся, переодетые актеры, так само берутся и идеологические разработки. Этим Путином, этой России, которой он эту Россию всю и ФСБ России подмял под себя этот типаж окурок с подворотник. Что делали старые кахабистские разработки в СССР? Они грабногласно делали какому-то своему ФСБшному работнику, чисто это актерская деятельность заключалась у этого работника. Он ехал за границу в Америку, жил там классно, давал репортажи анти-СССРовские, антикоммунистические и тому подобное. А потом через полгодика также с таким же задором, с такой помпезностью, с такой же возвращался обратно, что ему ненавистен режим, этот капиталистического гнета на трудящихся массы и тому подобное. Он возвращался в СССР, тут его с почестями принимали, он писал книгу антикапиталистическую, антиамериканскую и тому подобное. Не только ФРГ, ФРГ, антиевропейскую капиталистический строй, которые... Все эти старые разработки берутся и сейчас, но уже в тех условиях, в которых сейчас находится Россия, под гнетом, слава богу, еще санкций американских и европейских частично. То есть эти разработки о том, что Путин не террорюга, террорист, преступник, с шпанатом, с подворотником, криминалист чистый, уркогатина чистейшей воды, правопорушник, правонарушитель, прав норм всех европейских и тому подобное. А ему предают, Путину, многие политологи, раньше это были полезные идиоты, которые поняли, что их полезность играет только Путину и уже их раскусили, их полезную идиотскость. Этим немножко страдал, к сожалению, супер классный и политолог, и политик, и историк, и экономист на самом порядке, это Андрей Эларионов. Сейчас, слава богу, уже за ним этого не наблюдается и дай бог так и будет продолжаться. Что? О том, что Путин не уголовный преступник, террорист, а Путин одевает шаты и эти политологи и полезные идиоты вдевают его в рамки того, что он, первое, там, собиратель русских земель, так званые. И он хочет какую-то Русь московскую или еще какую-то тоже собрать воедино, там, Сирия, там, Сербия, еще кто, Болгария, там, Украина, Белоруссия. Ну, вот такое вот плетение, что он хочет собрать под единую, там, православную, там, церковь. То есть, предаются рамки, вдеваются в это, там, историческая справедливость, Крым, этими горе-политологами, полезными идиотами, а также ж и теми, которые считают себя и отождествляют себя с антипутиновской оппозицией, которые скоро, говорят, приедут в Москву. Что Валерий Соловей должен приехать в Киев со своей очередной лекцией политологической. Те, которые высказывали, что Крым, чей Крым, естественно, они говорили, что Крым это исторические земли, типа, Россия, то и Россия, имеется в виду Путиновская, да, Россия, испокон веков, которая существовала, от рождения чуть ли не Руси Киевской. То есть, они уже вдевают Путина в латы и в рамки, то есть, ну, в одежду Руси Киевской. То есть, вообще маразм. И никто им не протестает, все нормально, как так и должно быть. То есть, маньячелла, преступник, маразматик, одевается в одежду собирателя русских земель, что является в каком-то контексте историческим, историческом и в отождествлении с остальным, с остальной биомассой, которая это хавает в России. Для них это, естественно, супер. Это они превозносят тем самым свою историческую значимость какую-то. Они становятся значимыми. Когда отождествляют себя с Путиным к собирателям земель русским, противостоящим, естественно, против пидоросни, против которой и националисты украинские протестоят, к сведению вашему, которая там в Европе, ЛГБТшне, они ее гоняют так, как не гоняют в России, естественно. Вот к противостояниям, о противостояниях, если говорится. И другие все эти вещи. Христианство в Украине, ну, во сто крат сейчас, более глубокое, более моральное и более духовное, нежели в самой России продажное кгбистское православие, за которое стыд. Это, говорится, человек, который сам православный. И от тех самых православных это слышится постоянно, что это стыд, а никакое не... Ну, какое может быть гундяевское православие априори как таковое? Никакое. То есть берутся рамки вот этого собирателя земель и тому подобное, там духи всякие, одевается на террориста-мокрушника, уголовника. И он уже все. И он уже позитивный чувак на арене международной. И не только, и у себя, в пространстве постсоветском. Он уже позитивный тип. Вот чем занимается якобы такая антипутиновская оппозиция в образе Соловья Валерия. Который, кстати, дал набрать себя и Марку Фейгану, супер-блогеру, адвокату. Очень супер-интересному антипутиновской оппозиции и Пионтковскому. Он уже пожилой чувак, мужик. В Америке он, я так понял, где-то. И им, естественно, антипутиновской оппозиции в России интересно нагнетать, что вот ядерные угрозы и то, и все. Это понятно, что ядерные угрозы никуда не ушли и не уйдут с такими типажами, как Путин. Но чем больше они одевают на этого Путина шаты и обличия, образ собирателя земель русских, тем больше противоречивость этих политологов, их суждений возрастает противоречие, парадоксальность, что они же критикуют его, критикуют о ядерной угрозе. И с таким бахвальством, о, ядерная угроза от русских происходит. Они же русские, они в России, они критикуют Путина. Но они бахвальствуют, что вот ядерная угроза может долбануть по Штатам, по Нью-Йорку, по Вашингтону. Но зато всю Россию распердолят, потому что у них ракет больше, но какая-то все-таки долетит до Америки, до Европы, до Швеции, не дай бог, или, не дай бог, до Украины, до неятерных держав, куда угодно, куда спланирует Путин уголовник, мокруха, мокрота чистая, туда и полетят ракеты. Судя по его характеру, но они тем самым говорят, что он собиратель русских земель, одевает на него вот эту оболочку, сяево, нимб, позитивный, как бы положительный для тех, самых россиян. То есть получается чистая противоречуха своим же суждениям, что ядерная загроза, мир унесет Путин, шантаж экономический, политический и тому подобное. А потом они тут же говорят, хопаньки, а он оказывается собиратель земель русских. Жесть. То есть вот этой хренью страдал, ну, очень много и глубоко уважаемый политолог и историк Андрей Иларионов. Потом его покритиковали, и он, слава богу, немножко сдал, что даже если он там у себя и в голове, какой-то мокрушник, маньяк там, Чикатило, собиратель кого-то, убийца там, пионеров. Ну, а пионеры кто? Это ж дети коммунистов, да? Ну, у нас их можем валить, всех мочить. Так получается. То есть для маньяка создаются не просто там алиби, не просто, то есть даже не алиби, а предтекст того, что смысл создается, что он может убивать, валить кого угодно, и это будет вполне-таки резонно. Он собиратель, земель антикоммунистических, валит детей, пионеров, как Чикатило валил, или Аноприенко, или еще кто-то. Маньяку дать такой образ чего-то позитивного, и он уже все, он уже не маньяк, он уже нормальный чувак, политик, его можно выпускать, чтобы он и дальше валил, миллионами убивал, бомбы бросал на всех. Вот такие вот политики, политологи, антипутиновские, вот такой вот оппозиции, что они под соусом антипутиновской оппозиции, под соусом критики Путина, они тут же говорят, что он собиратель земель русских. Он не просто уркогатин, криминалист, которого нужно побыстрее, побыстрее избавить Россию-матушку, для самих же россиян, потому что я не думаю, что россияне хотят превратиться в ядерный пепел, превратить в ядерный пепел своих детей, свои поколения, свою землю обетованную. Я не думаю, что миллионы россиян ждут и ждут этого, потому что они же не как Соловьев, там, вещит, вещает, трещит, парашу всякую гонит, а сам отдыхает на ривьерах. У обычных россиян таких ривьер нету, и островов, карибов, офшоров и тому подобное. Поэтому им нафиг не нужно, чтобы в ответку прилетело в сто раз больше ракет, бомб, ядерных, нежели они сбросят на кого-то. Поэтому россияне сейчас могут стать через Путина, из-за Путина, бандита, террориста, во всем мире, во всей вселенной, в разумении всех народов и людей простых большим злом, чем когда-то были евреи. Потому что евреи убили Христа, невинного абсолютно, даже если они его Богом не воспринимали, зачем его убивать? Они его убили, потому что сатана сидел в них, в этом народе, который продал веру, продал Тору через Кабалу и тому подобное. Тору предпочел Кабале и тому подобное и всяким другим сатанистским произведениям. Вот так и россияне предпочли свою жизнь, мораль, веру христианскую, православную, жизнь просто нормальную, развивающуюся, а не дегенеративную, предпочли понтам Путина. И Путин за эти понты, а не живо, как Гитлера взяли, на пьедестал воздвигли. Вот в ответку получат ядерный пепел, потому что этот бандит и маньячелло при помощи тех самых миллионов-миллионов, которые его постоянно выбирают и избирают, и не протестуют, не выходят миллионами, россиян возводят его на педестал, вот они от этого педестала получают разбитые черепки от сатаны, который им обещал гордыню, через то, что они Крым забрали, Донбасс, на Донбассе войну устроили украинцам, за то, что они скинули уркогатину Януковича. То есть Белоруссии какую он политику проводит в Прибалтике, в Польше, нашей братской и тому подобное. То есть за все это, что через Путина, россияне, которые его воздвигли на педестал, Путин отплатит и россиянам ядерным пеплом, и всему миру засрет этим ядерным пеплом. И, естественно, потом восприниматься, как будут россияне, уже даже не как те, которые поплатили с Холокостом, убивши Христа. А еще хуже, потому что это трагедия на сотни и сотни лет вылазания из ядерного пепла. Вот такие то дела с этими вот такими антипутиновскими политологами и типа оппозиции. Христа